Памятная доска из мрамора, на которой золотыми буквами высечена надпись о канонизации преподобного Серафима Саровского, это одна из самых уникальных находок, обнаруженных в процессе археологических раскопок на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Глава региона Глеб Никитин ознакомился с образцами артефактов и принял участие в конференции Института археологии Российской Академии Наук. Без истории действительно нет будущего. Только традиция, которая идет из глубины веков, может позволить устоять против натиска всех тех, может быть, оппонирующих каких-то духовных беяний, информационных беяний, которые направлены, к сожалению, против того пути, который убрала наша страна. Вот только такая традиция может позволить устоять. Археологические раскопки на Саровском городище носили спасательный характер и проводились на месте воссоздания соборного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник». Также экспедиция исследовала средневековое Мордовское городище, в границах которого находится современный монастырь. Обнаруженные артефакты относятся к различным историческим эпохам. В городе Сарове, в Нижегородской земле, есть ясное понимание, поработничество, единомыслие, духовной жизни, ученых, общественных, культуры. И в это наша сила единственной согласии. В ходе раскопок полностью выявлены и исследованы фундаменты храма «Живоносного источника». Это позволило восстановить основные этапы его строительства и функционирования. Археологи исследовали кладбище вокруг храма, в том числе и захоронение героя Отечественной войны 1812 года генерала Бориса Полуэктова. Терроскопки – это новый шаг в археологическом изучении Центральной России. Они добавляют много нового к историческому прочтению Сарова. Это новые грани, новые аспекты его истории. И поскольку сегодня история воспринимается не только как абстрактное заключение, она воспринимается через конкретные находки археологические, через конкретные документы, через конкретные источники. На днях подписаны распоряжения правительства России о подтверждении программы развития кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Она предполагает восстановление объектов культурно-исторического наследия на территории региона. Глеб Никитин отметил, что наш город будет играть особую роль в паломническо-туристическом кластере. Это город сам по себе бренд, город-легенда. Здесь такое фантастическое сочетание науки, научного технологического наследия, причем такой научной славы настоящей нашей страны, ядерный щит и духовного наследия, наследия батюшки Сергеевича Саровского. Также Глеб Никитин принял участие в заседании Духовно-научного центра, темой которого стала национальная культура как базовый элемент развития России. Дарится Порыгина Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.